Президент утвердил решение на охрану государственной границы в 2024 году. На земле и в воздухе. Обстановка на рубежах остается стабильно напряженной, но вместе с тем прогнозируемой и контролируемой. Внешние вызовы для нашей безопасности никуда не делись. Соседи со стороны ЕС и Украины вовсю милитаризируют при граничье. Не прекращаются факты выдворения мигрантов на территорию Беларуси. На этом фоне Александр Лукашенко призвал к бдительности. Глобальная задача главнокомандующего – обеспечить безопасность страны в силе. И люди в погонах ее четко выполняют. Наталья Бреус с подробностями. Маневренная группа тревога. Реагировать молниеносно – это главная миссия маневренной группы. В Мозорском погранотряде пару недель, как завершилось ее формирование. В случае обострения ситуации, а на юге соседи грешат и заходами, и за летами, у командира будет оперативный кулак, способный дать быстрый отпор диверсантам или незаконным бандформированиям, нарушившим границу. Надо быть на чеку. Личный состав с новейшими образцами техники и постоянно проходит обучение. Сделать такую боевую единицу быстрого реагирования поручал президент. Не мы такие. Время. Впрочем, и в самое спокойное время зеленые фуражки всегда в тонусе. Службу на рубежах несут без перерыва на выходные и праздники. Да и генералы в курсе. Доклад главнокомандующему может случиться почти подбой курантов. Хотя сегодняшний разговор о границе на старте года традиционный. Что такое хлеб пограничника? Александру Лукашенко рассказывать не надо. Знает по себе, служба в пограничных войсках закаляла характер будущего политика. Особенность нынешнего момента в том, что обстановка вокруг – не расслабишься. Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность именно в том, что у нас особая ситуация. На юге война, на западе – Польша, Литва, Балтийские государства и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды. Полководцы определены, мы их знаем. Знаем и бойцов этих отрядов, в кавычках, которые готовы уже воевать против собственной страны. Поэтому, как я всегда военным говорю, и особенно министру обороны, мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому бдительность и еще раз бдительность. И хоть людям в погонах дважды повторять не надо, этот призыв к бдительности лишним не будет. Президент понимает, в каких условиях приходится нести службу. И сегодня оценивает усилия пограничников и военных позитивно. Пока должен сказать, что вы неплохо выполняете свои функции. Но послушаем сегодня руководителя пограничного комитета нашего, а также начальника генерального штаба, какова обстановка у нас на зеленой, как у нас пограничники говорят, или сегодня белой границы вся в снегу и в воздушном пространстве. Это тоже границы. Кстати, знаю, что в советские времена, как старый пограничник, наша ответственность была, линия границы и воздушное пространство в том числе. Но, тем не менее, мы усилили государственную границу армии, какова функция, роль армии, как мы ее там выполняем, оказывая поддержку и содействие нашим пограничным войскам. Обстановка стабильно напряженная, расскажет глава Госпогранкомитета, но при этом контролируемая и прогнозируемая. Это значит, что видят все вызовы и на юге, и на западе и готовы на них адекватно реагировать. В милитаре поведение Польши и Прибалтики и секрет Полишинеля Варшава не перестает бряцать оружием, стягивая к нашей границе войска и технику. А учение на литовском полигоне Побраде, как и присутствие американского батальона, обычное дело. Приграничная территория Литвы активно используется для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии. Проведение с их участием учением оперативно-тактического уровня всего в 2023 году было проведено до 12 учений. Основное место... Кроме ограниченного контингента они подтянули туда вооруженные силы и Латвия, и Литва особенно, в том числе и иностранные. Особенно Литва, товарищ президент. Особенно Литва. Это Германия. Германия и США это преобладание. Ну, военным надо иметь в виду и держать их, откровенно скажем, при цели. На латвийском участке госграницы в прошлом году зачастили с выдворением мигрантов на нашу территорию. Латышские силовики лютуют. Зафиксировано 43 смерти и множество израненных иностранцев, которых пришлось выхаживать с белорусом. Беженцы идут в Европу за спасением, а та жестоко отворачивается спиной. Точнее, стеной. Дорогой и бессмысленной, как в Польше. На стороне республики Польша, созданном заграждении в виде забора высотой 5 метров, система видеонаблюдения противоподкопом проводит ежедневную воздушную разведку и патрулирование вдоль государственной границы. Меня информируют мои источники, в том числе и пограничники, и военные официально о том, что этот забор против мигрантов практически не работает. Мигранты его преодолевают без проблем. Это так или нет? Совершенно верно. Сами поляки оценивают эффективность своего забора всего лишь 60%, не более. В этом году приоритет в охране границы на выявлении пресечения вызовов и угроз нашим национальным интересам. Усилия сосредоточат и на обеспечении безвизового режима для граждан Литвы, Латвии и Польши. Продолжат и дальше наращивать инженерное обустройство рубежей. Решение главнокомандующий утвердил. Обстановка на государственной границе в пограничном пространстве на сегодняшний день стабильно напряженная. Есть определенные уменьшения, в первую очередь, наверное, связанные с погодными условиями. Немного уменьшаются потоки нелегальной миграции. Те военные вызовы, которые идут со стран сопредельных, мы видим, распознаем их вовремя. Реагируем в взаимодействии с Министерством обороны, с Комитетом государственной безопасности, Министерством внутренних дел. Поручения отданы, в том числе, и закрытого характера. Но в целом, основное поручение для наших обоих ведомств сегодня, в первую очередь, я говорю про свое, для органов пограничной службы, это надежная защита и охрана государственной границы в создавшихся условиях. Ситуация на внешнем контуре оказывает влияние на защиту белорусской госграницы и в воздушном пространстве. Увеличивает риски и вызовы, подчеркивают в Генштабе. Число провокаций, увы, не идет на убыль. Приходится быть во всеоружии. Вооруженные силы предпринимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, силы средств радиотехнических войск, силы средств радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно осуществлять мероприятия по обнаружению судов нарушителей, а также по воздействию на них. Уровень провокации в воздушном пространстве сохранился на прежнем уровне. И необходимо отметить, что насыщение наших радиотехнических войск новыми образцами, как отечественного производства, так и поступивших из Российской Федерации, повышает возможности наших военно-воздушных сил войск противовоздушной обороны по вскрытию таких попыток, как провокации, так и случайных возможных нарушений. И мы можем отслеживать, документировать это мероприятие и, соответственно, предъявлять претензии нашим сопредельным странам, которые, но я надеюсь, что они делают это случайно, а не преднамеренно. Смотреть сквозь пальцы даже на случайности люди в погонах себе позволить не могут. За ними и страна, и безопасность людей. Ну а пограничники всегда первые на страже Родины. Поэтому усиляться будут по всем фронтам. Наталья Брёс, Вероника Бута, Александр Олешко, Агентство теленовостей.